Трехкратный чемпион Киоан Гран-при Питер Айрц дебютировал в профессиональном кикбоксинге еще в далеком 1987 году. За 35 лет выступлений на профессиональном ринге Айрц успел стать большой величиной мирового кикбоксинга, отправив в нокаут лучших бойцов со всего света. Большинство из своих соперников Айрц отправил в нокаут именно хай-киком, за что получил прозвище Голландский дровосек. И сегодня мы предлагаем вам вспомнить, 5 лучших нокаутов в исполнении голландского дровосека, вошедшего в историю мирового кикбоксинга. Заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее и настраивайтесь на просмотр этого видео. Итак, поехали. В далеком 1994 году Питер Айрц принял участие на турнире Киоан Гран-при, встретившись в полуфинале турнира с Патриком Смитом. В четвертьфинальном поединке Патрик Смит сенсационно победил голубоглазого самурая в первом же раунде, взяв Энди Хуга кавалерийским наскоком. В полуфинальном бою турнира Патрик вышел на голландского дровосека, которого он планировал финишировать так же быстро, как и Энди Хуга. Перетерпев яростный натиск от американского бойца, Питер нанес Патрику, точный левый кросс в голову на выходе из клинча. Патрик, рухнувший после пропущенного удара, распластался на ринге и уже не был способен продолжать свой путь к поясу чемпиона. Айрц в тот вечер стал чемпионом Киоан Гран-при, победив в финале турнира Масааки Сатаки. В 1995 году 24-летний голландский дровосек вновь принял участие на турнире Киоан Гран-при, встретившись в финале с 22-летним Джеромом Лебонером. Заряженные легенды Киоан убрали со своего пути к финалу всех своих соперников. Каждому из них осталось одержать всего одну победу, чтобы стать обладателем пояса чемпиона Киоан и чека на сумму в 150 тысяч долларов. После небольшой разведки на дистанции, бойцы вошли в плотный размен ударами, в ходе которого Питер Айрц нанес Джерому точный удар в печень. Спустя две секунды после пропущенного удара, Джером почувствовал адскую боль и потому сразу же присел на колени. Не сумев восстановиться под отсчет рефери, Джером потерпел поражение, а Айрц вновь забрал чек на сумму в 150 тысяч долларов, став безоговорочным чемпионом Киоан Гран-при во второй раз подряд. Спустя полгода после победы на турнире Киоан Гран-при, Питер Айрц встретился с Майком Бернардо на Киоан Геркулес. До боя с голландским дровосеком, Майк дважды нокаутировал самого Энди Хуга и потому считался чертовски опасным соперником для любого бойца. Айрц, шедший на победной серии три года подряд и отправивший большинство своих соперников в тяжелые нокауты, не собирался подолгу возиться с Бернардо на ринге. Отбив Майку переднюю ногу, уже на первой минуте поединка, Айрц отправил Майка в нокаут тяжелейшим хуком слева. Майк рухнул после пропущенного удара в затылок, после чего еще долго возмущался рефери из-за преждевременной остановки боя. В дальнейшем Майк станет большим черным пятном в карьере Айрца, доставив голландскому дровосеку сильную головную боль. Спустя три года Питер Айрц сразился с самим Энди Хугом за звание чемпиона Киоан Гран-при 1998 года. Бой проходил на глазах у 64 тысяч японских зрителей, с трепетом ожидавших финальной развязки турнира. На первых же секундах поединка, бойцы боднули друг друга с такой силой, что улетели в противоположные углы ринга. Улыбнувшись друг другу в ответ, бойцы продолжили поединок, который продлился всего одну минуту. Поработав с Хугом в клинче, Айрц зарядил в голову голубоглазому самураю тяжелейший левый хай-кик, который отправил Энди в нокаут. Айрц вновь чемпионом Киоан Гран-при. А Хуг, без какого-либо сожаления, поздравил своего голландского друга с третьим завоеванием пояса чемпиона. С тех пор Айрц больше не был чемпионом Киоан Гран-при. Но еще не раз выходил в финал этого престижного турнира, давая тяжелые поединки новому поколению бойцов. В 2006 году, организаторы Киоан, решили выставить против Айрца двухметрового японского бойца, с рекордом в 10 побед и 10 поражений. В одном из предыдущих боев, Хираку победил Сирила Абиди. После чего японские организаторы решили бросить его под голландского дровосека, в надежде на то, что Хираку вновь сорвет куш. Питер Айрц, дал поработать двухметровому Хираку Хоре, отбивая ему лоу-киками ноги и нанося несильные удары руками. К концу первого раунда голландец перестал нянчиться с японцем и пошел в разнос. Во втором раунде Айрц продолжил разбирать двухметрового азиатского гиганта, отправив Хираку в первый нокдаун правым хуком. Хираку, улетевший на канаты ринга, смог продолжить бой под сочувствующие взгляды японских зрителей. Однако японец не провел работу над ошибками, и вновь пропустил заряженный правый от Айрца. Рефери дал Хираку еще один шанс. И спустя пять секунд, выходец из японского клуба Дракон, сложился как Оригами, пропустив левый хай-кик. Айрц пополнил копилку побед нокаутом, над еще одним японским бойцом, не выражая большой радости. После этого боя, Айрц бился на ринге еще 14 лет, доставляя удовольствие зрителям бескомпромиссным ведением боя. В настоящее время Айрц занимается тренерской деятельностью, и дает семинары подрастающему поколению бойцов по всему миру. Ну а вы ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Впереди еще будут много роликов, посвященных Киуан. Всего хорошего.